Господин Пухарук это не тот руководитель, кто может здесь что-то сделать. Значит, я по долгу своей работы очень часто имел возможность пересекаться, но не столько лично, сколько в переписке и через руководителя службы внутрипортовой механизации, через главного инженера, поскольку я непосредственно завязан на них, был по крайней мере. Например, приходилось очень часто сталкиваться с таким вопросом. Ни одной проблемы, которая возникала в вопросах ремонта, эксплуатации, машин внутрипортовой механизации, он не мог решить. Он только пытался командовать, но командовать не получалось. Уровень не тот, понимаете? Образование не то, знания не те. С кем он придет сюда в порт? Я очень хотел задать этот вопрос, но, увы, поторопился ты чуть-чуть. А ведь он не придет сюда. Не придет. Он боится порт. А я вам скажу, почему он боится. Потому что придется отвечать на вопросы. А что он может ответить? И кому? Вы почитайте, что пишут, как его восхваляют в интернете. Это ж такой умница. Даже ему же сына нету. В базарный день копейка грош. Цена. Ну и что? Что он сделал для порта, будучи здесь? А за это надо отвечать. Зачем он рвется сюда? Кто у него команда? Что он планирует делать? Он не может дать ответ ни на один вопрос. Ни на один. Поэтому его здесь нет. Нет ни его представителей, никого нет. И не будет. Я сегодня почитал обращение генерального директора ФЕСКО к нам с вами. Ребята. Ну зачем над нами-то издеваться? Или как-нибудь пытаться это сделать? Не хорошо это, однако. И мне кажется, терпение наше должно лопнуть в конце концов. Пора уже предъявить счет тем, кто пытается нами руководить извне. Поэтому я надеюсь все-таки, что у нас с вами хватит благоразумия, хватит силы воли, хватит ума. Отстоять наши интересы. Отстоять нашу команду. И я думаю, что мы победим.